всем привет такое предновогодние уже видео совсем сегодня у нас 25 декабря католическое рождество ну я к нему отношения не имею но на всякий случай если кто имеет отношение к католическому рождеству то я вас поздравляю вот а я сегодня к вам с тем чтобы показать чем я занималась последние две недели что и вышивала тем вообще занималась кроме вышивки и какие-то новости свои рассказать итак давайте начнем как видите каком это у нас в левом углу ринга у нас тут выстроились растения с ссс как они называются правильно что это пин кипчиками в общем вставленными в горшочки это вы уже видели это был первый домик в горшочке по совместному отшиву я ссылку на группу в которой этот отшив проходит размещу в описании я в прошлом под прошлым видео тоже его оставляла его его ссылку эту нет не забыла а это уже второй мой готовый домик в горшочке такая красота хоть рассказывайте мои секреты вот здесь такой вот мухоморчик выглядывает из-за домика на домике такое замечательное сердечко на двери ну и в горшочке тут снова суккулент я не помню как он называется какой-то тысячелетник не знаю не буду брать в общем но он у меня стоит горшочки с другим суккулентом который называется как ты там сказал денежное дерево или толстянка здесь денежное дерево здесь денежное дерево мне на самом деле в квартире это самый популярный цветок он мне кажется находится у меня горшках 15 до примерно ну а сейчас пусть они постоят здесь а я вам дальше расскажу какие еще были продвижения покажу ну вот поэтому моему коттеджику были небольшие продвижения в самом начале последних двух недель здесь я переставила пяльцы как видите и продолжила вышивать в левую часть в двигаться в левую часть процесса левую часть домика стала вышивать продвижение здесь не так уж и много потому что потом я все-таки поняла что наверное скоро у нас новый год надо уже озадачиться тем чтобы вышивать новогодние какие-то игрушки может быть успею вышить до нового года и я взялась за процесс жар птицы я его в покупках показывала вот эти вот коники замечательные на семейном голосовании у нас тут выбрал или мы вместе вот этого коника и вот я его тут начала как бы не сильно то и продвинула только подставку его получилось и вышла но коник я думаю до нового года у него еще есть все шансы на победу и быть завершенным в этом году вторую часть конечно же я не буду даже начинать ну а первую надеюсь что до вышью но я его вышиваю опять же последние три дня я его вообще не вышивала потому что потому что что потому что я вышивала угадайте кого дедушку мороза я показывал вам и в том видео и до этого что первая часть у меня смотрите он тут почти в натуральную величину чуть больше первая часть у меня была готова и три дня последних я прям усиленно работал над второй частью и как видите мне здесь осталось совсем совсем чуть-чуть вышить только осталось звездочку на елочке здесь вот и сделать бэкстич черной ниткой белой ниткой я бэкстич уже весь сделала соответственно тут работы на одно утро мне даже меньше но за сегодня я не успела но решила что лучше я сниму видео с не совсем законченным титулечкой чем не сниму видео вообще поэтому ближайший день скорее всего будет дошита вторая вот эта вот половинка будет соединен он наконец-то обретет он целостный вид и будет у меня дедочек такой симпатичный вот опять же вроде дед мороз такой вещи седой добрый на нашего дедушку мороза похожий а все равно терзает меня смутное сомнение что он похожи на санта клауса какая-то шубка у него не очень длинная или ничего ничего пусть будет дедушка морозом этот санта-клаус меня не впечатляет а вот дед мороз да это наш все что-то я вам быстро да все рассказала нет еще не все рассказала у родителей я тут вышивала своих зайчиков с домиком пришлось вчера процесс оставить там потому что ну потому что потому меня бы наверное не поняли сказали бы а чего это ты забираешь завтра к нам приехать не хочешь ну вот я сфотографировала вчера на каком этапе у меня этих крольчатки и осталось мне тут как видите а вы видите вы помните как он выглядит вообще хотел найти превью но не нашла поэтому еще раз показываю то что есть и ну тут уже до телефон не хочет вам ничего показывать там уже понятно все какой сюжет что там зайчики 4 штучки смотрят на свой новый домик и сюжет называется новоселье и вы не поверите у меня был еще один начат за эти две недели у меня я наконец сделал андрюши этот адвент календарь сейчас я его тоже вам мельком покажу а он мне теперь тоже дарит подарки и он выбрал из моих запасов вот этот вот набор вот и сказал что я его тут написано начни этот набор сегодня я бы должна была начать четверг к этом число было 22 ноября ой декабря все у меня уже даты перепутались вот но я в четверг его не начала потому что я его решила все-таки вышивать не на вложенной сюда канве какая тут канва у нас в общем вот такая вот у нас тут канва 14 кого-то я хотела его начать на равномерке ну и в пятницу польза я целую его в среду она должна была начать начала в четверг она это не важно и вот такой вот вот да вот огромный кусок я вышел вы видите это примерно где-то вот в этой гортензии в районе серединки процесса ну я его не обещала вышить быстро он будет вышиваться по мере по мере того как будет вышиваться давайте вам покажу свое супер произведение искусства это вот такой вот адвент календарь в этом году у нас до этого был календарь намного аккуратнее в общем вот такой вот в этом году у нас адвенту там я положила пример того что есть в окошках некоторых большинстве вот ему так не нравится что сладости вообще смысл адвент календаря в том что там сладости должны лежать а он привык что там какие-то мега супер огромные подарки лежат но вот он как бы не против но это он для видео говорит что он не против короче не судите строго я его создала этот адвент календарь буквально часа наверно за два за три такой он весь кривенький косвенький но главное смысл же в подарках и вот он у меня начинался 17 декабря а раньше я заморачивалась и один год я заморочилась и сделала ребенку вот такой адвент календарь здесь значит у нас еще был третий домик по моему где-то туда вот я клала записки с заданиями и там конфетки еще иногда тоже лежали и задания должны по выполнив эти задания нужно было еще найти подарок где-то в квартире вот я их где-то прятала эти подарки и вот тут вот такие коробочки заданиями вот даже тут вот видите 8 12 20 сегодня чего-то нужно было сделать и как он у нас работал здесь вот оставшиеся коробочки еще вот так вот выглядело все это в общем как видите раньше я заморачивалась гораздо сильнее ну там один раз сделала и потом мы им пользовались года три наверное в этой квартире мы опять живем ладно неважно в общем вот такой был календарь раньше теперь вот у нас вот такой может мы вернемся но он у меня этот на 31 день все таки рассчитан был новый я вот такой вот читер у меня 17 декабря четыре года тут ведь какой красивый веселого нового года отличное настроение дочеки тут снежинки отваливающиеся в общем красота да и только вот скрабукинг рулит в общем вот что я хочу сказать и еще хотела вам рассказать о том что у нас тут состоялся обмен по подарками с моей подписчицы из москвы алена в очередной раз вам привет спасибо еще разок за подарок мне было очень приятно получить подарок надеюсь ну да вы мне написали что вам тоже приятно было вот надеюсь вас мой подарок тоже порадовал и я покажу что получила я это такая деревянная штука классная и и буду использовать остатки ниточек когда вышивая когда до друга окончится но вообще они бесконечные оставляю выкладывай ниточки и и складывай новые такая красота такой все роспись золото вот такой магнитик шампиньон шампиньон шампиньоны мухоморами не знаю почему шампиньоны у меня здесь мухомор здесь мухоморчики ведь как классно такой вот магнитик для вышивки я люблю магнитики хотя у них совсем мало открыточка с новым годом и даже два наборчика у меня появились новых это вот такой наборчик с котиком этом по студии какой-то прикольный зарывшийся в снегу зато хвост торчит трубой как маяк ну классный тоже кот такой глазки у него хитрющие и второй набором такой скорее наверное какой-то летний от чудесной иглы тост с яичницей такой кухонный процесс она и кухонный кухонная картинка прикольная вот нужно вышить и повесить на стену у нас уже есть этот самый вышивка у меня есть такой итальянским скажем так мотивом там у меня всякие рецепт пиццы и всякие масла специи и все такое теперь еще вот такой вот будет кухонный у меня сюжет в общем вот такие у меня были подарки не очень приятно еще расскажу рассказала обо всех своих процессах обо всех своих начинаниях и никаких финишах потому что их не было за эти две недели от нет вот вот финиш это был финиш да как всегда огромный финиш последнее время ну вам пожелаю еще раз отличного настроения новогоднего запасайтесь сейчас именно этим самым настроением кушайте мандарины надеюсь у вас нет аллергии на мандарины смотрите новогодние фильмы новогодние мультики слушайте новогодние песенки они действительно поднимают настроение даже когда совсем нет настроения я включаю иногда новогодние песни старые советские и прям такой ловишь драйв какой-то начинаешь по квартире как электровеник бегать и радоваться вот ну в общем я размешала андрюш который ест не подавитесь пожалуйста желаю вам отличного новогоднего настроения всего уже меньше чем через неделю новый год я надеюсь что до нового года я все-таки с вами к вам еще выйду на связь скажем так еще что-нибудь расскажу вот ну а конечно в новом году там будут у меня и видео о финишах и вообще о результатах этого года 22 я каких-то наверное планах сниму видео в общем желаю вам всего самого хорошего держитесь будьте здоровы позитивно позитивного вам настроения побольше времени на любимые занятия всем спасибо за просмотр всем пока